Добрый вечер! Давайте помолимся перед началом. Господь наш, мы здесь для того, чтобы учиться у ног Твоих, для того, чтобы открыть Слово Твое, для того, чтобы обрести радость и счастье жизни с Тобой и друг с другом. Благослови нас Твоим присутствием. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы продолжаем поиск рецептов счастливого семейства. Семья состоит из многих элементов. В наших предыдущих программах мы говорили с вами о том, что каждая семья похожа на мозаику. И в ней очень много деталей. Я просил вас поработать над тем, чтобы вместе составить вашу мозаику семейных отношений. Я надеюсь, хоть кто-нибудь выполнил мое домашнее задание. Есть хоть одна супружеская пара, которая вспомнила о домашнем задании и составила свою мозаику завтра. Хорошо. Я прощаю вас на сегодня. Но мне бы хотелось, чтобы вы нашли свое место, нашли место Бога в этой мозаике, нашли место тещи своей, место бабушки своей, и согласились об этом. Потому что если вы согласитесь, то ваша картина, мозаика вашей семейной жизни будет поистине красивой и счастливой. Иначе все будет наоборот. Вы знаете, я обратил внимание, что если с этим не согласиться и не найти правильного разрешения, то есть и другая мозаика. И, наверное, это тоже представляет собой нашу семейную жизнь. И, может быть, вот это как раз и будет место вашего дедушки здесь, скажем. А вы пытаетесь сюда вставить двоюродного брата своего. И он никак сюда не помещается. И вы берете молоток и пытаетесь туда его задалбливать, всячески надеясь, что это у вас получится. И в результате ни место это не занято достойно, ни ваша семья не находит счастливого ответа. Поэтому я надеюсь, что вы мне поможете тем, что поработаете дома и найдете место достойное для каждого члена своей семьи. То место, которое будет соответствовать форме вашей семьи или вашего родственника. Каждый имеет важное место. Каждый важен в семейных отношениях. Поэтому наша программа сегодня в первую очередь для всех. Не только для мужа и жены. Для братьев, сестер, двоюродных, троюродных, дедушек, бабушек. Мы все вместе, одна семья и Бог в этом видит богатство семьи. И богатство этого семейного счастья только тогда мы обретаем, когда каждый займет достойное место. Ну и в этой композиции семейных отношений есть и другая грань еще. Это детали наших обязанностей, наших ролей, функций, которые мы выполняем. Где, скажем, функция того, кто должен готовить пищу и как готовить? Это тоже может быть детали этой семейной мозаики. Или кто должен говорить, что нужно делать? Ведь, наверное, в каждой семье должен быть кто-то, кто должен говорить, сегодня надо сделать то-то, и пятое, и десятое. И кому-то мы доверяем такую функцию. Я не знаю, кому мы чаще всего доверяем такую функцию. Я слышу, мужчины говорят, жене доверяют. Разумно, очень разумно. Ваша семья будет счастлива в таком случае, но при этом не просто надо доверить жене, а надо еще и прислушаться и делать то, что она говорит. Как же найти вот эту способность обрести, слушать, что говорит жена, что говорит муж, и как найти это идеальное понимание в общении друг с другом? У нас времени так много сегодня, но говорить добрые слова, красивые слова, это то, что Бог заповедал нам. Он сам исполненный любви, говорит нам комплименты каждый день. И мне бы хотелось сегодня пригласить одну супружескую пару, Маргариту и Станислава. Так вас зовут, правильно? И если вы встанете на одну минутку, мы хотим на вас посмотреть, посмотрите на зал, пожалуйста. Скажите мне, как давно вы заключили супружеский союз? Почти три месяца назад. Почти три месяца назад. Три месяца тому назад. Кажется, много, да? Много. Безгранично. Безгранично много, но при этом и, наверное, очень мало. Это лишь самое начало. Но я надеюсь, за эти три месяца вы узнали много новых комплиментов и добрых, красивых слов, которыми вы одариваете друг друга. Давайте мы вас попросим. Вы сядете за этот стол и начнете писать на этих красивых листочках комплименты друг другу. И посмотрим, насколько вам это хорошо удастся. К концу программы я попрошу вас прочитать некоторые из них. Старайтесь писать такие, которые будет неловко поделиться здесь со всеми присутствующими. Не слишком, чтобы эти комплименты были личностные или интимные. Поэтому доверим это вашему мнению и вашему пониманию того, что хорошо и что плохо, и как можно красиво выразить свою любовь друг к другу. Это для вас задание. Пожалуйста, приступайте. В чем проблема многих супружеских пар? Проблема эта в том, что мы перестаем слышать друг друга. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда ко мне в кабинет пастырский приходят супруги и говорят, мы перестали разговаривать друг с другом. Мы просто не разговариваем. Мы живем в одном доме, мы живем под одной крышей, мы ходим на работу, приходим домой, но у нас нет никакого общения. Мы уже годами живем, толком не разговаривая друг с другом, лишь в силу каких-то необходимых обязанностей, как супругов. То есть, иными словами, это можно выразить понятием «я тебя не слышу» или «я тебя даже и не хочу слышать». Бог же от самого начала показал свое желание общаться с этим миром. Не так общаться, как мы общаемся. Вы знаете, говорят, что в первый год супружества, наверное, как у Станислава и Маргариты, в первый год супружества обычно молодой человек говорит, а девушка, жена молодая, слушает. А во второй год супружества жена говорит, муж иногда слушает. А в третий год супружества они говорят, а соседи слушают. Но я полагаю, такой ситуации у Станислава и Маргариты не будет в их взаимоотношениях, а они будут следовать библейским принципам необходимости общения друг с другом иногда и так, чтобы никто не слышал, кроме них самих и Бога самого. Посмотрите, в послании к евреям, первая глава, первый стих, помогите мне прочитать эти тексты. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках». То есть Бог говорит, Бог ищет общение. Вы знаете, я убежден в том, что Бог сотворил Адама и Еву и этот мир первозданный для того, чтобы у него было еще больше возможностей общения. Бог ищет общение, Бог любит общение. И поэтому, когда Бог создает первую супружескую пару, Он создает их для общения. И Бог всегда говорит, мы в Библии находим, это просто пример я даю вам из Бытия, первая глава, третий стих, и сказал Бог. То есть Бог постоянно говорит, Бог желает передать что-то, открыть себя. В этом отличие Бога библейского. Поэтому мы с вами христиане, потому что Бог себя открывает, открывает в откровении своем. Мы это как называем с вами? Слово, да? Слово Божие. То есть Бог говорит к нам. И поэтому неудивительно, что существует и другая крайность, и проблема, которая заключается в том, две вещи бывают трудными, гласит восточная мудрость. Молчание, когда надобно говорить, и разговор, когда нужно молчать. Как найти этот правильный баланс? Потому что молчание бывает часто хуже разговора. Посмотрите, как мудро сказано, автор неизвестен. Страшней бывает молчаливая змея, поверь, чем ревом оглушающий округу злобный зверь. Ведь результат молчания порой весь превосходит рев с лихвой. О чем речь идет? О том, что очень часто мы с вами закрываем друг друга. Закрываемся друг от друга. Мы закрываем дверь своей комнаты. Мы закрываем дверь своего сердца. Мы закрываем свои уши для того, чтобы не слышать того, кто рядом с нами. И вот это молчание хуже даже спора или крика в семье, когда надо докопаться до правды, надо найти разрешение, надо прийти к мирному разрешению конфликта. Не молчите, не молчите. Ведь очень многие семьи распадаются именно потому, что мы перестаем говорить, перестаем общаться, перестаем говорить о болях своих, перестаем говорить о своих переживаниях, перестаем говорить ласковые, добрые, милостивые слова. И согласитесь со мной, что чаще всего, когда наступает эта пауза молчания, что происходит? Мы ждем, чтобы заговорил другой человек, муж. Мы ждем, чтобы он первый заговорил. И проходит час, проходит день, проходит два, может быть, а эта обида накапливается. И супруги ждут, что вот он должен первый сказать, он должен первый вину признать, он должен первый, или она должна что-то сказать. А бывает и после этого молчания. Скажем, муж начинает говорить, ищет возможности выразить себя, но жена уже настолько обижена, или теща настолько огорчена, или мать настолько расстроена, что отказывается отвечать. И это молчание нарастает. Это молчание нарастает, как оглушающий рев. Говорить может быть беда, а молчать другая. Не молчите, не молчите. Придите сегодня домой. Я уверен, здесь есть сегодня супружеские пары, которые разучились общаться, разучились делиться друг с другом своими переживаниями, эмоциями, радостями. Это будет мое задание для вас здесь, и для тех, кто смотрит эту программу. Придите домой. Выделите эти 15 минут сегодня. Сядьте друг с другом и скажите, давайте поговорим. Давай поговорим. Давай обсудим то, что мы замалчивали так долго. Давай поговорим. Трудно это. Очень трудно. Но с этого надо начать. Каковы же эти рецепты успешного общения? Как нам выстроить эту возможность разговора друг с другом, которая к чему-то приведет? Пожалуйста, запомните или запишите для себя. Первое. Что необходимо сделать? Когда разрастается конфликт, нарастают эмоции, и кажется, разорвано взаимопонимание, и кажется, ваша жена говорит не то, что нужно, или ваша мама говорит не то, что нужно, или ваша дочь, она не может выразить то, что хотелось бы. Проявите сочувствие. Проявите сочувствие. Вы знаете, я научился в своей жизни тому, что если я вижу человека, который пытается на меня кричать или возмущаться, это, конечно, никакого не имеет отношения к моей супруге или к членам моей семьи, но бывают иные ситуации. Как пастору мне приходится выслушивать разного рода обиды и разного рода огорчения. Пасторы знают, что всякие бывают собратья. Все собратья хорошие бывают, а некоторые лучше бывают. Но бывают те, которые приходят с огорчением, и болью начинают высказывать эту боль, и начинается крик. Когда я чувствую это, я начинаю думать, наверное, у этого человека какие-то переживания. Наверное, этот человек болен. Наверное, у этого человека было тяжелое детство. Наверное, этот человек находится в состоянии эмоционального стресса или напряжения. проявите сочувствие. Попытайтесь найти причину, вызывающую это возмущение и гнев. Посмотрите, как Христос реагировал. Он проявлял сочувствие. Прочитайте вместе. Матфея 14, 14. Что сказано? «И выйдя, Иисус увидел множество людей». Что сделал? «Жалился над ними, исцелил больных». Проявите эту жалость. Человек, может быть, бурлит. Может быть, ваша теща кипит. И, может быть, из нее это все бурлит оттуда и льется без конца и без края. Проявите сочувствие к ней. Поймите ее. Потому что апостол Павел во втором послании говорит «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Отец чего сказано? Милосердие. И Бог еще чего сказано? Бог всякого утешения. Он что делает постоянно? Он утешает нас во всякой скорби. Для чего Он нас утешает? Чтобы мы еще могли других утешать, находящихся в скорби, тем утешением, которым Он что делает? Утешает нас самих. Посмотрите, сколько раз в этих двух текстах использовано какое слово? Вновь и вновь и вновь. Утешайте. Тот, кто огорчен, тот, кто бурно высказывает свою боль, утешьте этого человека. Второй принцип. Обратите внимание. Выслушайте до конца. Не перебивайте. Как только вы начинаете перебивать, это конец всякого продуктивного разговора. Ничего доброго дальше уже не получится. Потому что ваш разговор уже не разговор. Это уже идет борьба. Это уже идет баталия. Когда вы пытаетесь каждый перебить, остановить и доказать свою правоту. Нет смысла в таком разговоре. В первом послании к Колоссянам, поэтому Павел говорит, 3 глава, 12 стих. Запомните. Выслушайте до конца. Не перебивайте. Что он говорит? Прочитаем вместе. Итак, облекитесь, как избранные, Божие, святые, возлюбленные. Во что? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение. В кротости вы никогда не будете перебивать. Согласитесь, сложно выслушать до конца. Очень сложно. Особенно, когда что-то говорят вам болезненно. Когда что-то говорят вам причиняющая боль. Когда вас оскорбляют. Когда вас унижают. Очень трудно выслушать до конца. Прислушайтесь к этим словам. К этому совету, который дает нам Священное Писание. Не перебивайте другого человека. Пусть он все до конца выскажет. Пусть всю боль выльет. Все переживания. Дальше будет ваше время. Будет ваш черед ответить. Третье. Третий урок. Сдерживайте эмоциональную реакцию. Трудно, когда вас обидели. Все внутри кипит. Особенно у молдаван, я знаю, гагаузов. Все бурлит. И кажется, надо всю душу наизнанку вывернуть. И доказать свою правоту. И все это, как и слюна изо рта летит. И надо доказать, что я прав. И невозможно остановить. Это перерастает в крик. Это перерастает в возмущение. И вы знаете, что ваши детки, которые рядом находятся и слышат все это. Они точно так же будут разговаривать со своими супругами. И со своей женой. И со своим мужем, когда придет их время. Если они видят, что их родители приняли это как норму общения. И общаются слишком эмоционально. Когда разрывается возможность слышать друг друга. Они пойдут точно таким же путем. И повторят все это в своей жизни. Пусть хотя бы это останавливает вас от того, чтобы проявлять излишнюю эмоциональность в разговоре. Поэтому апостол Павел, он пишет. А теперь вы что сделаете? Отложите все. Помогите мне. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. А если действительно мы отложим все это. И гнев, и ярость, и злобу, и злоречие, и сквернословие. Будет ли все это из нас выливаться эмоционально, чтобы обидеть и оскорбить кого-то? Нет, конечно. Нет, конечно, мы сможем вести этот тихий, спокойный разговор, общение друг с другом. Поэтому в притчах Соломона, 15 главе, 1 стихе, что сказано? Помогите мне. Кроткий ответ отвращает гнев. Оскорбительное слово возбуждает ярость. И мы с вами теряем часто представление о том, что как только мы кольнем другого человека, то тем самым вызываем еще большую реакцию возмущения, обиды. И эта ярость начинает нарастать. Разговор становится бесполезным. Это уже не разговор. Это уже не общение. Или еще в притчах, 29 главе, 11 стихе, что сказано? Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Согласитесь со мной, что вы, каждый из здесь присутствующих, себя глупым не считаете. Есть хоть кто-нибудь, чтобы руку поднял и сказал, я глупый? Нет. Если разговор не складывается, то чаще всего мы говорим, вот тот глупый, а я умный. Поэтому если вы умный, что надо сделать? Что надо сделать? Если вы действительно умный, сдержите гнев свой. Сдержите. Запомните это раз и навсегда. Как только вы почувствовали в себе гнев, то это признак чего? Признак глупости. Признак глупости. Пусть это напишите себе крупными буквами. Приколите на стенку. Если я во гневе, значит я глупый. Приколите к холодильнику. Приколите где-нибудь себе в спальне для того, чтобы помнить о том, что глупость лишь показатель, гнев лишь показатель глупости нашей. Избегайте слова «ты». Ведь часто мы с этого начинаем, да? Вот ты пришел поздно. Вот ты не сделал того, чего нужно было сделать. Вот ты меня обидел. Это не разрешит этой ситуации. Только усугубит эту ситуацию. Начинайте разговор с какого фразы, с какого слова? Мы. Скажите друг другу, мы что-то с тобой потеряли возможность понимать друг друга. Мы как-то должны найти путь, путь восстановления взаимоотношений. Все по-другому пойдет. Разговор иначе сложится. Посмотрите, как легко тыкать, да? Бытие третья глава. Адам что начинает говорить? Вот ты, Бог, вот ты мне ее дал, вот она это сделала, это ты это сделала. К чему это приводит? Приводит к разрыву взаимоотношений друг с другом и разрыву взаимоотношений с Богом. И еще пятый. Прикоснитесь друг к другу. Вы знаете, я обратил внимание, что когда возникает напряженный разговор, если этого человека обнять или этого человека за руку взять и держать за руку, невозможно вести экспрессивный напряженный диалог, если вы держите друг друга за руку или к плечу прикоснулись, или дотронулись до того человека, вы уже не будете гневаться. Вот это прикосновение, оно все сгладит. Потому что Христос сам дал, например, Он прикасался тем, кто нуждались в этом исцелении духовном. Мы с вами нуждаемся в этом. И последнее. Прислушайтесь. Прислушайтесь друг к другу. Давайте послушаем эти приятные слова. Ну-ка, Станислав и Маргарита, какие у вас есть? Возьмите микрофон. Мы хотели бы услышать пару, пару. Давайте каждый по одному комплименту. Самое лучшее, что вы выбрали для друга. У вас есть микрофон с собой? Пожалуйста, дайте микрофон Маргарите и Станиславу, для того, чтобы они помогли нам понять, что есть приятные слова. Есть эти слова, как сотовый мед, и они сладкие для души. Пожалуйста, кто из вас первый? Так, минуточку, минуточку, микрофон. Проверим. Моя прекрасная... Моя прекрасная принцесса. Как красиво, правда? Я уверен, Маргарита услышала эти слова и сразу думает, что бы ему приготовить на ужин. Такое вкусное. Так, пожалуйста, Маргарита, что вы написали, Станислава? Я счастлива, когда мы вместе проводим время. Вот, я счастлива, когда мы вместе проводим время, и все. Станислав сразу стал думать, как бы скопить, чтобы поехать в отпуск в Италию. И повезти бы туда Маргариту. Вот эти приятные слова. Спасибо. Они как мед, они сладкие для души, и еще что? Целебные для костей. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем слушать пение Лилии, чтобы мы каждый задумались о том, что в нашей жизни, в моей жизни, я должен изменить в моих взаимоотношениях, чтобы мой дом стал отчим домом. Пожалуйста, Лилия. Ты помнишь, мой друг, как все начиналось у нас с тобой, И радости в играх, и гонки, и качели скрипящих, И плач, детский плач в неудачах. Дом мой, детство начало, Дом мой, где нет печали, Я спешу в этот светлевочий дом. Дом мой, так долго ждущий, А я, к небу идущий, Вновь спешу в этот светлый вочий дом. Но детство пришло совсем незаметно для нас с тобой, Как солнце садится и тает, свеча догорая. Дом мой, детство начало, Дом мой, где нет печали, Я спешу в этот светлевочий дом. Дом мой, так долго ждущий, А я, к небу идущий, Вновь спешу в этот светлый вочий дом. Ты помнишь, мой друг, Когда-то в Эдеме давным-давно, Из-за чего дома ушли мы, Чтоб жизни учиться, И снова хотим возвратиться. Дом мой, детство начало, Дом мой, где нет печали, Я спешу в этот светлый вочий дом. Дом мой, я так долго ждущий, А я, к небу идущий, Вновь спешу в этот светлый вочий дом. Вочий дом, вочий дом, Вочий дом, вочий дом. Давайте помолимся еще раз. Господь наш, мы сегодня слышим голос Твой, И мы хотим, Господи, Чтобы и сердце наше слышало этот голос, И разум наш, И чтобы мы научились общаться друг с другом, Так, как Ты желаешь общаться с нами. Благослови сегодняшнюю программу нашу. Научи нас, Господи, Слово Твоего просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова